здравствуйте уважаемые подписчики канала ардуино и я это андрей сегодня хочу вам рассказать как я боролся с инверсией цвета на индикаторе hvj 480 на 320 размерностью 3 2 дюйма tft lcd shield для arduino mega 2560 данный индикатор я приобрел на алиэкспрессе совместно с платой arduino mega 2560 ссылочки на данные товары я укажу внизу под видео а сам индикатор вы видите на экране сейчас на данной страничке нарисованы фотографии с видом самого индикатора с размерами с указанием примеров для различных микро контроллеров для arduino для c51 для стм и другая документация также указана циклевочка но не указан тип контроллера для проверки данного индикатора необходимо соединить мегу 2560 и индикатор делается вот это вот так вот вставляется разъемчик в разъемчик этот разъемчик вставляется сюда и прижимается вот так вот для проверки индикатора необходимо подключить данный сэндвич к usb разъему и загрузить в него тестовую прошивку подключаем для этого загружаем arduino ide выбираем файл примеры библиотеку утфт arduino avr выбираем демонстрационную прошивку для нашего типа индикатора утфт демо 480 на 320 вот она и все это загружаем в контроллер произошла загрузка но как видите цвета индикатора проинвертированы вместо черного белый цвет вместо белого черного такая же самая ситуация с остальными цветами для начала необходимо зайти в библиотеку утфт заходим библиотеки находимся библиотеку выбираем файл memory saver здесь прописаны все контроллеры под которые данная библиотека рассчитана и по очереди перебираем все вот эти контроллеры чтобы их подключить необходимо все вот эти строчки закомментировать например вот так вот так и вот так не забываем нажать на кнопку сохранить теперь выбираем тип контроллера копируем вставляем в arduino и de строку где у нас указан конструктор и загружаем все это в контроллер загрузка завершена но как видите экран светится белым цветом то есть данный тип контроллера нам не подошел возвращаемся назад и выбираем следующий я прошелся по всем этим контроллера и у меня откликнулся контроллер hx 8357 9481 и 9486 вот эти контроллеры необходимо закомментировать а остальные строчки раскомментировать чтобы они в нашей работе не участвовали и берем все это сохраняем то есть первый шаг мы сделали тип контроллера у нас определен выбираем нужный нам контроллер давайте начнем с контроллера 9481 выбираем или вот это или вот это без разницы копируем вставляем и загружаем все это в контроллер ждем пока завершится загрузка загрузка произошла работает тестовая программа но инвертирование цветов осталось как и было ну а дальше качаем с интернета дата шиты на данные контроллеры и открываем их например для начала откроем дата шит на контроллер 9481 и на странице 57 есть такой пункт 8214 есть команда номер 21 инвертирование изображения например если у вас в ячейке памяти находится такое изображение то при вводе данной команды оно будет инвертироваться также открываем дата шит на контроллер HX 8357 и на странице 138 пункт 6 2 19 есть также команда инвертирования тоже под номером 21 запоминаем эту команду следующий наш шаг возвращаемся к библиотеке у TFT выбираем директорию TFT Drivers заходим в нее ищем контроллер 94.81 вот его нашли выбираем файл init.lcd загружаем его спускаемся в самый низ данного файла и перед командой lcd в write.com 0.29 это команда на включение дисплея добавляем команду инвертирования изображения пишем комментарий написали не забываем нажать на клавишу сохранить сохранили данный файл теперь нам надо отредактировать контроллер 94.86 ищем 94.86 выбираем minit.lcd выбрали кстати здесь уже в данном файле инициализации команда есть но стоит команда на отключение инверсии нам необходимо ее включить поэтому сейчас немножко подредактируем на предыдущую команду на предыдущую команду закомментируем не забываем нажать на сохранить так и отредактируем контроллер hx8357 так здесь также нету данной команды поэтому мы ее отредактируем все необходимые команды введены не забываем нажать на клавишу сохранить теперь загружаем arduino.ide выбираем файл примеры библиотека . 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 И вот чудо совершилось. Это у нас был контроллер. 94.81. Теперь давайте проверим, как заработать 94.86. Загружаем. 94.86 также работает. И последний контроллер, который мы редактировали, это HX8357. Необходимо проверить его. Нажимаем на клавишу «Загрузка». Так, с изображением все в порядке. Я имею в виду с отображением цветов. А вот изображение перевернулось вверх ногами. А дальше я хочу порекомендовать загрузить другую библиотеку. Для этого заходим на сайт Arduino.ua. Ссылочка будет внизу под видео. Находим ссылку «Библиотека TFT HX8357». Скачиваем ее и будет вам счастье. Я данную библиотеку уже установил. Поэтому мы просто загрузим пример с данной библиотеки. «Файл», «Примеры», «Библиотека TFT HX8357» и «Демонстрационная прошивка». Загружаем ее. Так, мало того, что изображение осталось перевернутым, но еще проинвертировались цвета. Поэтому опять заходим в библиотеку, но уже в другую. В библиотеку TFT HX8357 «Мастер». Находим файл с таким же названием снова, с расширением CPP. Загружаем его. И ищем процедуру инициализации. Вот данная процедура «Инит». Здесь прописан контроллер «9486». Давайте посмотрим его команды. Вот стоит команда «Инверсия отключена». А нам необходимо ее включить. Поэтому мы данную команду редактируем. Здесь изменяем. А это закомментируем. Так, также указан контроллер «HX8357B». Где также данной команды нет. Поэтому мы ее прописываем. Спускаемся ниже. Здесь прописан еще один контроллер «HX8357C». Необходимо посмотреть и его. Но в данном контроллере уже команда инверсии прописана. Поэтому сохраняем. Файл сохранен. Возвращаемся к нашей прошивке. И нажимаем на клавишу «Загрузить». Ну вот, цвета отображаются нормально, а изображение осталось перевернуто. Но бороться с данной проблемой можно следующим способом. Есть команда «TFT-SET-ROTATION». Вместо единички ставим троечку и загружаем. Ну, теперь изображение и цвета отображаются нормально. Хочу поблагодарить Игоря с канала «Homemade» за советы, которые он мне давал в поиске неисправности. Ссылку на его канал я также укажу внизу под видео. На этом всё. Я завершаю своё видео. Кому оно понравилось, ставьте лайки. Кому стало интересно, подписывайтесь на мой канал. Это был Андрей с канала «Arduino и я. Программирование микроконтроллера». Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok